Приветствую вас, дорогие зрители и друзья телеканала Управда ТВ. Вы смотрите рубрику Пресс-Бат-Ба. Меня зовут Антон Картошкин и сегодня я расскажу вам интересные статьи и репортажи, которые за прошедшую неделю подготовили журналисты, обозреватели и корреспонденты издательского дома «Ульяновская правда». Еженедельник Народная газета рассказывает о том, как восьмиклассница из 62-й школы Арина Ермакова запустила благотворительный проект «От сердца к сердцу», призванный изменить отношения сверстников и взрослых к пожилым людям. Олег Долгов сообщает о том, что одна корова в регионе способна приносить до 6 тысяч литров молока в год. Такая цифра обусловлена тем, что в области проводится селекционно-племенная работа, направленная на улучшение генофонда животных. Игорь Улитин побывал на открытии Волги. Впервые за многие годы жители в гости Ульяновска смогут полноценно любоваться рекой Матушкой с нового венца на исторической смотровой площадке, популярной в 20 веке, которая долгие годы была в зарослях американского клена. Марк Рольский сообщает о ситуации на региональном рынке труда. Сколько в цифрах безработных, сколько работают удаленно или находятся на карантине, читайте статьи «Трудовые резервы тоже бегут». В заметке «Наш ответ вирусу» сообщается о том, что имбирь и томаты вполне способны укрепить иммунитет без дорогостоящих витаминных комплексов. Это и многое другое читаем в свежем выпуске народной. Не забываем, что именно в этой газете вы всегда найдете актуальную телепрограмму нашего канала. Колонка Андрея Маклаева в газете «Ульяновская правда» гласит о торжественном открытии Центра цифрового образования IT-куб на базе Ульяновского государственного технического университета. Это федеральная сеть дополнительного образования, главной задачей которой является создание среды, обеспечивающей ускоренное освоение учащимся актуальных знаний в сфере информационных технологий. Журналист еженедельника Ульяновского района Родины Ильича Вячеслав Кузнецов рассказывает о команде российских парашютистов под руководством уроженца района Александра Белоглазова, выполнивших уникальные групповые прыжки, во время которых десятки скайдайверов прямо в воздухе перебрались из одной фигуры в другую. Ольга Самсонова перечислила восемь причин, чтобы полюбить чтение. Книги расширяют кругозор человека, обогащают его внутренний мир и делают умнее. 15 октября отмечается Международный день сельских женщин. Всех селянок не только Ульяновского района поздравил губернатор Сергей Морозов, представителя законодательного собрания области и главы муниципальных образований. Газета «Старомаинские известия» сообщает о том, что представители Медицинской палаты Ульяновской области Валентина Караулова и Марат Шарафудинов обратились к населению с призывом дисциплины для снижения заболеваемости коронавирусом. Особые слова убеждения в необходимости как можно больше находиться дома обращены гражданам старше 65 лет. Наталья Сашина подвела итоги прошедшего районного субботника. Она рассказывает, что десятки жителей поселений, чиновники, сотрудники предприятий и организаций взялись за грабли, лопаты и кисточки, чтобы облагородить окружающую их территорию. Занятие нашлось каждому. Издание «Новое время» базарно-сосганского района сообщает, что с 2021 года в России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных. Инициатором закона проекта является Минсельхоз Российской Федерации. Коснется он и фермеров, и владельцев кошек и собак. Снова об американском клене. Живучесть этого сорняка, который готов покорить любую площадь, куда долетают его семена, просто небывалая. Раздел на заметку предлагает несколько вариантов искренения непрошенного растения. В заключении, как говорится на пассажов, традиционно гороскоп. На первой полосе газеты «Канаж» от 16 октября материал Даны Светловой о визите губернатора Ульяновской области Сергея Морозова в хозяйство «Новая жизнь» в селе Покровском, где он знакомится с ходом уборки сахарной свеклы и участвует в торжественном открытии новой молочно-товарной фермы на 200 баллов. Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Михаил Росошанский рассказывает о волейболистах ульяновского «Динамо», которые сохранили за собой звание победителей всероссийских соревнований своего спортивного клуба. В Казани подопечные Владимира Корнилова также добились права играть в суперфинале. Александр Агапов радостно сообщает о пятерых наших земляках – пароатлетах, вернувшихся из Сочи с победой на чемпионате среди спортсменов с поражением опорно-двигательным аппаратом кода. Обозреватель информационного портала улправда.ру Мария Сидорова рассказывает о завершившемся региональном этапе российской национальной премии «Студент года 2020». Обладателем гран-при признана Алина Емельянова, студентка четвертого курса юридического факультета УЛГУ, которая также является председателем Объединенного совета обучающихся. Накормить во что бы то ни стало или как найти подход к малой ешке. Журналист Юлия Ныкина вместе со специалистами разобралась в причинах избирательного аппетита детей и нашла действительные способы его пробудить. Андрей Корчагин экстренно сообщает о спасательной операции по снятию кошки с высокого дерева. Сигнал службы спасения 101 поступил от стревоженной женщины, проживающей в Заволжском районе. Звонившая сообщила, что возле многоквартального жилого дома на проспекте Созидателей на дерево примерно на уровне третьего этажа забралась кошка на место оперативной прибыли спасателя городской поисково-спасательной службы под руководством старшего смены Игоря Романова. С помощью трехколенной лестницы ульяновские чипы Дейлы забрались на дерево и сняли испуганное животное. Кошка не пострадала, помощь ветеринарной службы не потребовалась. Также Андрей Корчагин рассказывает про симбирянку Галу Узрютову, ставшая участницей виртуальной писательской резиденции в Нанкине. Наша землячка попала в шестерку авторов из разных городов мира, которые смогут поработать в этом китайском городе онлайн. Портал Медиа 73 сообщает о возобновлении работы единственного в мире музея Балалайки. Он расположится в здании старинной усадьбы начала 20 века по улице Бебеля, 19. Сейчас в музее завершается работа с экспозицией, оформлением чайной и сувенирной зоны. Уже доступны занятия по игре на инструменте. Эти и многие другие новости читаются на страницах наших изданий. Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового ящика. С вами был Антон Картошкин. До свежего схода порции пресс-ботвы через неделю.